Здравствуйте, друзья! Рада видеть вас на своей кухне. Вот сегодня у меня сотый подписчик. Я вчера лежала вечером и думала, кто же будет сотым подписчиком. Или это будет опытная кулинарка, или молоденькая девочка, которая только начинает свои первые шаги на кухне. Оказалось, что это семейная пара, очень милые люди. И они меня поздравили, мне очень приятно. Ну и уже у меня такая традиция складывается, что в честь таких вот моих достижений, пусть маленьких, но для меня они очень дороги, я буду сегодня печь торт. Торт выбрала я Спартак. Почему он так называется, не знает никто. Я порылась в интернете, никто никаких версий не предложил. Но хочу сказать, что этот вкус неповторимый. Это очень вкусно. Это медово-шоколадный бисквит, который пропитан кремом заварным со сметаной. И этот торт считается одним из классических тортов, которые приняты в нашей кухне наряду с Наполеоном, наряду с Эстерхазе, наряду с Пьяной вишней тоже. Торт Спартак известный. Ну и сегодня я его попробую приготовить. Для этого тортика нам понадобится, вот еще почему 100. Вот у меня 100 подписчиков, а в рецепте этого торта вот 100 грамм сахара, 100 грамм меда, 100 грамм яиц, ну или 2 яйца, если перевести. 100 грамм сливочного масла. Вот эта цифра, она крутится, крутится вокруг этого всего. И поэтому я выбрала именно этот рецепт. Муки 350 грамм, 2 столовых ложки с горкой какао, пол чайной ложки соды, щепотка соли. Вот такое тесто. Я приготовила вот такую кастрюльку с толстым дном. Высыпаю сюда сахар на 100 грамм. Включаю печку и начинаю делать карамель. Карамелизировать. Перемешиваю время от времени. Древянной лопаткой ливаем нашу смесь из меда, карамели и масла в тарелочку. И сюда же высыпаем соду. И сейчас произойдет, должна произойти химическая реакция. Должна произойти такая смесь кислоты, которая присутствует в меде. Перемешаться с содой, нейтрализоваться. И все это перемешиваем хорошенько. И немножечко придерживаем, мешаем, мешаем. Для того, чтобы немножко остудить. И чтобы яйца ввести уже в не очень горячую смесь. Потому что бы яйца не свернулись. Яйца мы ввели. Вроде бы все нормально. Они растворились. Сильно взбивать не надо. И сейчас мы вводим сухие ингредиенты. И какао, и муку. Смотрите, какое у меня тесто получилось. Абсолютно темненькое. Такое, не липнущее к рукам. Идеальное, на мой взгляд. Я его сейчас разделю на 8 частей. И потом каждую часть буду раскатывать на пергаменте. Я прикрыла пленкой 8 шариков. Один положила на пергамент. И сейчас буду раскатывать, делать заготовочку для выпекания. Довольно-таки тонким слоем. И потом мы обрежем и выложим на... Вот, друзья, процесс идет. Это уже раскатанный листик. Это тоже запеченный. Вот у меня лежит на пергаменте. Еще один в духовке. И я их потом обрежу и буду собирать. Вот коржи 8 весов пропеклись. И теперь нам осталось сделать крем. Для крема нам понадобится мука столовая ложка, крахмал кукурузный столовая ложка, 50 грамм маслица, 120, наверное, грамм сахара, сметана. Можно сказать, что 3 желтка мы соединяем с сахаром, с нашими 120 граммами. И добавляем, хорошенько размешиваем. И добавляем сюда муку. Вот такое тесто у нас получилось. И сюда мы добавляем немножко молока, примерно 1 треть. Хорошенько размешиваем. И потом соединяем с оставшимся молочком. Крема растворила, масло сливочное. И сейчас добавлю сметану. В теплый еще крем добавляем сметану. И теплым же кремом. Вот, друзья, такой торт Спартак у меня получился. Торт в честь моего сотого подписчика. Я напишу рецепт. Может быть, вы тоже захотите сделать этот прекрасный торт. Очень легкий в исполнении. И в то же время очень-очень вкусный. Желаю вам всего хорошего. Я буду дальше снимать. Буду стараться, чтобы у меня прибавлялись подписчики. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Жду вас. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok